Маразм, он поддерживается внутренними наркотиками. Чем ниже у вас кровоток в мозге, тем меньше энергии потребляет ваш мозг. Чем комфортнее состояние. Тем блаженнее комфортное состояние. Ну, вы знаете, что блоки маразматики вообще просто каждый день как новый. Приветствуем вас, дорогие друзья, на канале День ТВ. День ТВ. Сегодня у нас в гостях доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской академии наук Сергей Вячеславович Савельев. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Вячеславович, ну вот сегодня хотелось бы с вами поговорить на такую тему, которая тоже у всех на слуху, все ее обсуждают, хотя мало кто понимает вообще, что это значит. Но обсуждают буквально все. Искусственный интеллект. Причем не в практическом применении, да, потому что обычно у нас называют искусственным интеллектом, какие-то бытовые вещи, как Google или Яндекс.Карты, заказ спицы и так далее. Нет, я хотел бы с вами поговорить в таком более обобщенном философском смысле на эту тему. По вашему мнению, способность создать некий субъект, который будет не только подсказывать нам самую кратчайшую дорогу до ресторана, потому что на самом деле даже обыкновенная карта без всякой электроники, ее тоже можно назвать в этом смысле искусственным интеллектом, потому что человек, когда смотрит на нее, принимает решение идти ему этой дорогой или другой. Способны ли вообще человечество и наука создать некий субъект, который будет не только принимать решения, а создавать какие-то смыслы, которые будут включать в себя большее, чем то, что было в него заложено его разработчиками? Ну, собственно, иметь признаки человеческого сознания. Или нет, или это все, опять же, очередная пустая болтовня, распил денег и попытка просто из воздуха заработать. Как вы считаете? — Насчет заработать я вообще отношусь очень хорошо. Насчет заработать просто из воздуха редко удается. А здесь у ребят получилось кое-что. Ну, значит, во-первых, давайте вспомним. Немножко отодвинемся назад, совсем недавно. Тем более, что прогресс в компьютерном деле очень плохой. Я недавно был на одной из конференций, там, извините, ежегодный рост компьютерной отрасли, знаете, какой теперь? 2%. — Ну, это после этих, особенно после пузыря нулевых годов американского, это вообще не о чем. — То есть они слегка проигрывают фирмам, производящим губную помаду. То есть все, ребята, закончилась эта история. А этот бизнес, в общем-то, уже закончился, и он, как они говорят, он пришел в стабильный рост. Ничего подобного. Это на самом деле катастрофа. — Два процента. — Потому что это вот такое падение почти по экспоненте. Значит, что происходит на самом деле? — Падение динамики роста, вот отметили. — Динамика обратная совершенно, то есть практически. Значит, в чем дело? А это значит, что не будет ни вложения денег, не будет развития никакого, не будет выделения научной разработки. То есть это само себя сожрало. Значит, а в чем дело? Ну, во-первых, все эти компьютерные системы объединены тем, что там используется двоичный код. Это не самое лучшее решение. Во-вторых, архитектура, которая использована в современных компьютерах, я не говорю там, не будем о разницах, что Apple, что IBM, а тем более они практически принадлежат одному человеку, который пользуется стравливанием, так сказать, имитацией того, что существует конкуренция, и просто занял разные ниши разных рынков, что бизнесу все равно. Но это, собственно говоря, конец. Конец в чем дело? Скорость вычислительная нарастает очень медленно уже. Не то, что какая-нибудь там... Опять динамика потеряна. ...386-й компьютер, там 486-й, потом Pentium и так далее, и так далее. Там двухъядерный, трех, восьмиядерный. Какая-то динамика. И сейчас это уже все идет... Там даже закон в одно время вывели, что увеличивается. Но это они любят законы выводить ни о чем. Значит, эти экономисты, им тоже надо зарабатывать как-то, чем-то кормиться, поэтому они такое гонят. Но суть в том, что на этой архитектуре, на этих принципах совершенно явно мы дальше как будем развиваться. Дальше, значит, программное обеспечение будет расти. И сейчас действительно огромное количество людей, даже существуют галерные принципы программирования, когда людей так сажают, и там они с утра до ночи кодят, сидят. И на Западе, и у нас, и... В Индии. Да это везде. Это в малых городах, там это просто целый завод. Так сидят с хэм. Это дает приращение некоторое, потому что все это написание кодов идет на языках... Но это не качественное, а количественное. Идет на языках очень высокого уровня, то есть это на самом деле требует все больше ресурсов. Но по сути дела, все, что мы называем искусственным интеллектом, там, полет ракеты по пересеченной местности на высоте 50 метров, поиск там дороги оптимальной. Кстати говоря, все эти карты работают омерзительно. То есть ты знаешь хорошо дорогу и все ответвления, то, как правило, ты едешь быстрее, чем по любому навигатору, даже в самых лучших машинах премиум-класса. То есть на самых дорогих верхней этажерке. Я проверял. То есть ничего это не работает как следует. Но о чем говорить, если у нас ИНН, который давали один раз на всю жизнь в системе базы данных, и у нас, извините, 150 миллионов человек и 150 миллионов ИННов может уместиться в наладонном компьютере. Почему их все время приходится менять? Господа инженеры, вашу маму. Господа программисты, вашего папу. А чем вы занимаетесь? Если вы не можете 150 миллионов номерочков выстроить, или 50 миллионов автомобильчиков выстроить номерочки. Номера там ВИНы и номера. Но если вы эту проблему не в состоянии решить, если налоговая база сделана таким способом, как добывание глан тональным подходом, это сплошной же маразм. Любой человек, приходящий в налоговую службу, понимает, что там компьютерной катеризации не пахнет. Это дичь полнейшая. То есть вот на этом уровне сделать ничего пока не получается более-менее надежно. Ну, если уж номерочек идентифицирован, который вот можно было наколоть на руке, это было надежно. Но вот это сделать нельзя. О чем говорить? Ну, а уж там мошенничество, которое идет на всех уровнях с этими компьютерными системами, даже не хочется обсуждать. То есть даже простые проблемы не решаются. Это раз. Ну, представим себе, что мы пытаемся обсудить компьютерный способ имитации человеческого интеллекта. Что на сегодняшний день представляют все эти компьютерные подходы, модели? У меня было две лекции. Одна лекция была очень большая, развернутая, на стачке в Ульяновске, где я подробно рассказывал о том, что предшествовало, собственно, попыткам создания искусственного интеллекта. Такая ретроспективная лекция. Я повторяться не буду, кому надо, тот посмотрит. Но смысл такой. У вас на канале? Да, пожалуйста. Это на канале. Видите? И как она называется? Там выступление на стачке в Ульяновске. На стачке в Ульяновске. И там вопросы были соответствующие. Там я даю обзор последовательно попыток создания каких-то подходов к искусственному интеллекту, с нейронным сетям. Все это полнейшая чушь. Начиная с Паскаля. Да, да, да. Там нет попозже, с конца 19 века. Все это на самом деле вот этот вот железный ферикс, арифмометр. Ферикс он назывался, поэтому железный ферикс. Я его как раз Паскаля забрел. Да, да, да. Вот это вот этот уровень. То есть в чем отличается вот этот вот способ классификации от того, что сейчас есть алгоритмы поиска решений, гигантские базы данных. Но все равно алгоритм решений говорит, там самообучающийся. Неправда. Вы все время подгоняете к определенному результату, корректируя алгоритм. С помощью человека. С помощью как в 9-99. Ну, если задача совсем простая, то там может и обойтись. Но таких простых задач практически нет. То есть это имитация. Никакого интеллекта есть. Есть большие базы данных. Есть сложные алгоритмы, многоэтажные. Ну, дихотомические, как правило. Но это в самом сложном смысле. Все остальное – это полнейшая выдумка. Почему? Потому что компьютерные системы на сегодняшний день не обладают важнейшими свойствами человеческого мозга. То есть если вы алгоритмизируете любой процесс, то вы обязаны предусмотреть все варианты. А мозг работает на прямо противоположном принципе. У нас все запоминание, все мышление носит физический характер. У нас каждый нейрон образует синапсы ежедневно. 150 миллиардов нейронов. И они образуют по 2-3 синапсы каждый день. То есть это получается 450 миллиардов синапсов, в которых, собственно говоря, сохраняется память. И принимаются решения, поскольку они соединяют разные блоки памяти довольно случайным образом. И плюс 2-3 разрушаются каждый день. То есть это динамическая система, которая перестраивается всю жизнь. Поскольку принцип морфогенеза не учитывается ни в каких компьютерных системах, и создать его невозможно, потому что... Ну, там дети, страдающие врожденным слабовыми, начинают мне писать такие письма, что, вы знаете, мы можем запрограммировать это, не понимая, что, говоря, что мы можем это запрограммировать, это подозревает существование алгоритма. К сожалению, вы не можете ничего запрограммировать, потому что вы не Господь Бог, вы не можете учесть все состояния. Вот и все. А если вы алгоритмизируете, вы опять начинаете строить железного Феликса, больше ничего. Который невозможен без участия человека. Да, ну, то есть они, в принципе, даже в своем вопросе они не понимают, что дают ответ, что то, что они хотят сделать, сделать невозможно. Ну, это такой детский сад, который характерен для инженеров и программистов обычно. Это классическая ошибка. Кроме этого, мозг еще есть. Они же считают, что там как рефлекс Павлова, коленный рефлекс. Они, значит, исходят из коленного рефлекса, что там импульс. Ребятки, там не импульс. Вызов реакция, и все. Да-да-да. Там совсем намного сложнее. Там каждый нейрон передает через синапс, который у него, начиная со 100 тысяч, значит, передает сигнал. Этот сигнал каждый кодируется своеобразно через каждый синапс. А это там больше двух десятков медиаторов, сочетание которых делает его уникальную передачу. Кроме этого, есть еще и тормозный синапс, которые в обратную сторону работают одновременно. И это не система, как сейчас они там говорят. Мы строим нейронную сеть, каждый нейрон работает по принципу сумации. Ребятки, он не столько суммирует. Он обладает еще массой свойств. И вот недавно у меня был доклад. Это такая ментор-групп, которая перешла к Симмонсу, наша отечественная. Я у них на конференции, меня пригласили. Я как раз в конце своего выступления посвятил специально большой кусок времени, там минут 10-15, тому, как можно создать нейристор. То есть, какими свойствами должен обладать та минимальная единица будущего компьютера, который построен не на тех принципах, которые себе на совершенно иной архитектуре. Я, так сказать, приоткрыл чуть-чуть дверцу. На самом деле, над этим работаю. Есть люди заинтересованные в создании совершенно на новых принципах построенных компьютерных систем, которые не то чтобы имитировали, но приблизились хотя бы к нервной системе круглого червя или пиявки. Ну, по-моему, вот у вас я слышал на лекции про планарию. Да-да. Там 300 клеток. Ну, не у планарии там побольше, но там круглых червей, там 150, 300 клеток. И чтобы все это сделать математическую модель, полноценно работающую, это надо задействовать какие-то колоссальные вычислительные мощности. То есть, там надо по-другому идти, по другому принципу. И попытки вот этого в рамках двоичного кода жесткой алгоритмизации и системы хранения неизменяемой памяти, конечно, сделать нельзя. То есть, это так и будет. Это полезная очень вещь. Я сам пользуюсь, там прекрасно можно и извлекать данные. Но это не к интеллекту. Никакого отношения не имеет. Ник даже адаптивным системам никакого отношения не имеет. Само это работать никогда не будет. Но есть другая засада, о которой надо сказать. Кроме вот проблемы создания вот этого неристера, функции, которые я перечислил, только основные. Там есть еще парочку скрытых функций. Ну, как мне говорят, а вы не могли бы их перечислить? Я говорю, да, конечно, а за сколько? Ну, и вот. А как решать? Меня спрашивают уже в кулуарах. У меня инженеры. А там ценность-то в чем была? Что там действительно профессионалы. Приятно было послушать их вопросы. Они, поскольку занимаются разработкой как раз железа. Железочники. Не программист, которым кажется, что они научились там на питоне тыркать пальцем. Некая аналогия с физиологией. А здесь уже реально. Они знают немножко, что материалка есть, что если ты дырку не так в плате сделаешь, то работать не будет. Они более реальны, чем программисты. Жизнь более реальны. Да, и они знают, как это работает, и поэтому с ними попроще. Они знают фундаментальные физико-программируемые системы, то есть физическую основу. И они, в первую очередь, спрашивают, а можно это сделать? Я говорю, да, конечно. Даже есть уже разработана модель, которая будет работать по этому принципу. Они говорят, ну а как? Я говорю, не скажу, как обычно. Ну, ребята, вы обратимся чуть-чуть назад. Обама вложил в исследование мозга в самый последний момент миллиард долларов. Он так испарился. Европейская программа, которая началась, по-моему, в 2012 году, если мне память не изменяет, должна была к 1917 году создать полную компьютерную модель человеческого мозга, полную, с учетом индивидуальной изменчивости перейти к использованию искусственного интеллекта. В 1917 году уже два года прошло. Причем возглавлял ее не простой дядька-то, а директор Лозаннского. Обязательно возвращаемся к Швейцарии. Института, который сказал, что сейчас он берет миллиард евро в Европе, и сейчас он их, значит... Я считал, что там вообще какой-то скандал был, потому что там ведущие ученые написали письмо, что мы ценим свой научной авторитет, а не можем в этом принимать участие. Да, тем не менее, деньги-то дали. А чем закончилось? Ну, это очень смешно, потому что закончилось тем, что они изучили не 150 миллиардов человеческого мозга, а изучили, вдумайтесь, 30 тысяч нейронов мыши. Это уже за грани. За миллиард долларов. Да, за миллиард долларов. Слушайте, ребята, я в свое время... Мне нужно было там изучать морфогенез, динамику изменения клеточных отношений. И я сидел тупо на сериях средств, рисовал ядра. Там, значит, каждый объект у меня был примерно 180 тысяч ядер клеток нервной системы. У меня было таких десяток. Слушайте, я бы стал мультимиллиардером, если бы мне за каждые 30 тысяч клеток, если бы я получал по миллиарду, ну, ребята, я бы в 25 лет уже стал мультимиллиардердером. Потому что я их сидел просто, не просто считал там. Я их зарисовывал, и там ориентация нужна была и прочее. Так вот, дальше этот артист. Потом еще парочка проектов тоже многомиллиардных есть, которые говорили об искусственном интеллекте. С гримс-пейджем складывались. Да, 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 тоже все это накрылось медным тазом, потому что это ни к чему не привело. То есть и сейчас, на самом деле, огромная проблема. Это же многие вот знающие люди, специалисты в экономике понимают, что на самом-то деле Германию, Францию и США развели. Вот эти самые компьютерные мальчики, у которых интеллект в этом на ладоннике, в айпаде. Я их называю гомопадами. Вот эти гомопады, они развели три крупнейших экономики мира. Они же пообещали, что 4G-технологии позволят им на искусственном принтерах, на 3D, создавать с помощью этих технологий, как бы решить проблемы экономики. И купившись на их болтовню, то есть это разводка на деньги чистейшая была, начали фактические действия. Производство стали втягивать обратно в страну в расчете на то, что там будет реализация 4G-технологии. А чем закончилось-то? А выяснилось, что там производство даже кроссовок сделать нельзя. Ребята... Там хотели человеческие органы. Да-да-да, там они... Что только уже не было. Детали для ракет. Да-да-да. Зачем нам Юго-Восточная Азия? В домашних условиях. Я это помню, я говорю. На кухне можно все что угодно делать. Это была же колоссальная Панама. Так, кто за нее ответит? Ребята. Ведь это же очень легко все найти. Кто подписывал бумажки? Кто выделял деньги? Книоны и так далее. Да-да-да. Кто их спер? Ну, это как у нас. Очень легко было проверить, например, две последних больших таких истории. Это желтый жилет, когда надо было всем продать. И значок Ше. Ведь очень легко проверить, кто подписал этот на значок Ше распоряжение. Кто утвердил этот приказ. И что случилось с благосостоянием родственников после того, как эти Ше... Это, по-моему, даже отменили. Да, отменили. Но были проданы уже миллионы этих буквочек Ше. Так, а кто это заработал-то? Я хотел бы знать. Самый эффективный бизнес, который касается каждого человека. Да-да-да. Ну, кто-то, видите, умудрился заставить покупать жилеты, заставить покупать эти... Кто? Я хочу знать героев. Это умные ребята. Я хочу знать, кто теперь ездит на Роллс-Ройсе из его родственников. Ну, как-то я бы хотел узнать. Ну, мне любопытно. То есть у нас то же самое, только масштаб меньше. Ну, масштаб, да. Труба пониже и дым пожиже. Ну, как обычно. Там просто это огромный масштаб. И вот эта катастрофа с 3G-технологией, она еще будет... А 4G-технологии будет аукаться. Потому что под нее тот же Трамп возлагал огромные, огромные надежды. Он думал, что сейчас это они сделают, и они утратят зависимость от... Ну, у него понятно все это в стратегических планах возвращения производства в США. Я вот хочу, чтобы кто-нибудь из этих планеров, которые ему это все придумали, где-нибудь посидел там у них. И я думаю, что Трамп не простит такие вещи, потому что так обмануть, развести его, это, конечно, обойдется этим компьютерным мальчикам очень дорого. Очень дорого. И Силиконовой долине, там, я думаю, кое-что Силиконовое вставят за все эти подвиги. Потому что это ни в одни ворота не лезть, так подводить главу государства в масштабах такой страны. Это, конечно, самоубийство. Ну, причем это явно не ошибка научная, это явный умысел. Это был целенаправленный умысел, который очень дорого обошелся Америке. А кроме этого, туда в это влипли и французы, и немцы. Немцы влипли по самые уши. Почему? Потому что они планировали, что сейчас они повысят качество, все, не используя людей. Для них очень важна маржа трудозатраты и маржа вот эта, которая позволяет содержать всю эту псевдо-социализированную структуру страны. Потому что там же все в основном строится на том, что они делали те же немцы уникальные вещи. Они и сейчас делают. Там в области механики точно. Высочайший уровень технической культуры. Высочайший уровень технической культуры. Никто не спорит. Да. Но и они продавали это за 20 цен. Как в свое время, например, генераторы электроэнергии. Он стоил огромные деньги. И просто купить больше ни у кого. Никто так точно не мог сделать. Ну и чего? Сейчас их производят китайцы. По надежности это оказывается в два раза, допустим, хуже. Но по цене-то в 10 раз меньше. Ну и все. А вот из-за этой маржи многие не понимают. Это производительность труда в Германии. У нас очень любят на эту тему поговорить. Ребята, это производительность того, кто гайку точит в Германии. Совершенно верно. А если разложить на всех бездельников, которые содерживаются на прибавочной стоимости, которую немцы дерут за уникальный товар, то выяснится, что там производительность труда меньше, чем где-нибудь в Камбодже. Вот и все. Потому что там на хлебник, в турбумажке перекладывают и ничего не делают. На одного действительно высоко квалифицированного работающего, 20 человек. И помимо этого еще и социально-политическая структура, которая тоже кормится с этой фирмы. Да, да, да. Но про это я вообще не говорю. Абсолютно раздутый. Да, эти ребята имеют прекрасный вид внешне. Но получается, что, по крайней мере, в сколько-нибудь обозримом историческом будущем никакого создания, как у нас любят, особенно у нас же любят всякие страшилки, некого какого-то сверхинтеллекта, который будет управлять, принимать решения за всю планету, такого не предвидится. И невозможно. Вы почти правильно поняли. Просто создание такого интеллекта, как у тех людей, кто это завоевляет, вполне возможно. Кто во все это верит. Да, кто во все это верит, это как раз… Вот их интеллект можно создать. Но, к сожалению, на этом все будет исчерпано, поскольку никакого искусственного интеллекта… У меня, кстати говоря, про ту же стачку, которая должна пройти 12-го в Казани, меня туда пригласили, я записал ролик и хотел, как раз, рассказать об этих вещах. Но поскольку мое отношение слишком здравомыслящее, мой ролик был снят, а меня оттуда вышибли. То есть я не буду на этой стачке в Казани, в Иннополисе выступать. По причине… Потому что у нас вот при такой свободе… Вдумайтесь, научных докладов… Научные доклады… Если бы какой-нибудь политикой занимался… Ну, я же не занимаюсь, мне плевать на эту политику. Это научный доклад, посвященный важной проблеме искусственного интеллекта. И критиков туда не пускают. И критиков ни в коем случае. Это позволяет напрячься. А не имеем ли мы очередную историю с Греттой в данном случае? То есть не является ли весь процесс этого умильного прославления искусственного интеллекта очередной глобальной помывочной, китайской прачечной? И вот хотелось бы еще обсудить этот вопрос немножко с другой стороны. Но тут, наверное, все будет более очевидно. Я вот читал про исследования, может, еще 10 лет назад. Исследовали лондонских таксистов, как раз про мозг, когда еще не было этих навигаторов. И выявили, что действительно какие-то отдельные поля мозга у них гораздо лучше развиты, чем у других людей, которые не знают хорошо Лондон, все эти улочки. Когда человек всю жизнь работает в такси, он же ориентируется идеально. Да, я знаю эту работу, я читал. И вот у меня такой вопрос. Вот это повсеместное использование вот этих устройств, которые помогают нам дойти дорогу. Мало того, автомобилистам, им уже вовсю пользуются люди и пешеходы. Причем пешеходы, которые там всю жизнь прожили в этом городе. Оно может как-то отрицательно сказаться на человеческие вот эти когнитивные способности и вообще? Ну, что мы понимаем отрицательно? Ну, сначала про таксистов. Сейчас объясню. Конечно, ничего у них там не развивается. Новые нейроны не появляются. Это только в больном мозгу человека с онкологией появляются новые нейроны. И это в прошлом году была статья «Большая в Нече», где закрыли эту тему. А еще раз статья оказалась... Да, скандальный, да. Просто я об этом говорил 25 лет, смеясь над этими чудаками, мягко говоря. А потом это было подтверждено и закрыли эту тему. Но они до сих пор не могут не успокоиться. Деньги, очень много денег. Просто нету сил остаться с такими грантами. А здесь, значит, с таксистами. То есть таксисты не поля. Во-первых, в Англии нету способа на сегодняшний день, да и вообще нигде в мире, оценить при жизни размеры полей. Это первое. Поэтому все, что они пишут на эту тему, это липа. Потому что они берут томографию и смотрят на томографии, что они видят. Они видят количество крови, приливающих к той или иной области мозга. Не определить, что это за область, не определить границы они могут. Поэтому это все липа и лажа. Но хорошо известно, что человек с большими зрительными полями лучше ориентируется, лучше помнит карты, то есть визуально. А поскольку разница по зрительным полям между разными людьми может составлять три раза, то есть 300%, то, конечно, те люди с большими зрительными полями, с хорошей зрительной памятью лучше ориентируются. Ну, тем более, и все мы знаем феномен топографического кретинизма. Да, характерного для многих девушек. Мне, например, одна профессорша в моей юности нарисовала план, как пройти на овощебазу, но с целью погрузить картошки. Ну, это любимое занятие научных сотрудников было в советское время, кто не знает. Значит, каждую неделю на овощебазе она мне нарисовала план. Я дошел до места, которое я знал, а дальше овощебаза была неизвестна. Я взял листочек, перевернул его кверх ногами и через угол, и попал куда нужно. Потому что я представлял, что у нее делается в голове. Ну, так бывает. Ну, то есть это факт, это есть действительно. Так вот, вернемся, значит, теперь к нашему повествованию, связанному с таксистами. То есть влияет или не влияет вот эти навигаторы, которые используют пешеходы, водители, все. Значит, как это? Влияет или не влияет? Да, влияет и в худшую сторону. Почему? Потому что я это говорил многократно и повторюсь. У нас кровоток головного мозга в норме, вот когда мы не напрягаемся, составляет примерно одну пятую от возможного. А это что значит? Сосуды есть? Есть. Но они так сжаты, что только в каждом пятом капилляре, идущем от мозговых оболочек, эритроциты могут проходить. А остальные сидят, там плазма крови проходит. Это очень важная информация. Почему? Потому что когда нам нужно мобилизоваться, подумать о чем-то, они расширяются, и кровоток резко увеличивается. И мы можем решить по конкретную проблему. А если вы их не напрягаете... Годами. Годами. То что происходит? Там потихонечку они сжимаются, наступает окклюзия, и постепенно развивается столь приятный маразм, который тоже поддерживается. Обращаемый маразм, он поддерживается внутренними наркотиками. Чем ниже у вас кровоток в мозге, тем меньше энергии потребляет ваш мозг. Чем комфортнее состояние. Тем блаженнее комфортное состояние. Ну, вы знаете, что блоки маразматики вообще просто каждый день как новый. Что там говорить? То есть, не заставляя сосуды головного мозга работать, если всерьез, мы обрекаем нейроны на самоуничтожение. Но мозг наш так устроен, поскольку он все время экономит энергию на своей работе, вот это вот избегание нагрузки, которую нам дает вот этот навигатор, с одной стороны, у нас оно подкрепляется внутренними эндогенными наркотиками мозга, что делает нас зависимыми от этой штуки, и упрощает нашу конструкцию мозга. Поэтому с этой точки зрения это хорошо. Население глупеет, раньше впадает в маразм, быстрее запустевают сосуды, меньше нейронов в мозге остается. Проще зарабатывать на лечении Альцгеймера. Нет, но это само собой. Нет, просто чем глупее население, тем оно управляемое. То есть с точки зрения больших социальных систем это очень хорошо. Управлять идиотами проще. Это надежный способ обмана населения. Чем менее критично понимание населения, чем менее востребованы нейроны, то есть и менее востребована собственная память, главное что сделать? Отшибить механизм сравнения. Чтобы человек не понимал, что это настоящее молоко, и оно поэтому хранится с три дня. Лишить критического мышления. Да, лишить критично. И тогда будет прекрасно. Будут потребители. А главное, чтобы еще они размножались, как тараканы на грязной кухне. Тогда их не надо будет лечить, они будут быстро воспроизводить, зарабатывать в богатом деньги и тут же умирать. То есть идеальный вариант, чтобы пенсия наступала за день до смерти. Ну, это понятно. На этом все построено. Но так как мы хотим все-таки, чтобы наши зрители были людьми умными, вот мне хотелось бы тогда практический вопрос задать Сергею Вячеславовичу. Значит, мы можем посоветовать вдумчивым людям все-таки иногда пользоваться не только навигатором, но и пытаться как-то... Все, что можно решить, не пользуясь вот этой всей приблудой, как я называю, наладонной лабудой, чтобы не превратиться в гомопада. То есть действительно, когда у вас в голове останутся только управление плавыми органами и пищеварительной системой, а остальное будет в этой штуке. И вы будете от него зависеть. Да, так а уже все зависимы. Обратите внимание, вот я иду в метро даже. Больше 50%. Причем я наблюдал, как по годам это все развивалось. Сейчас процентов 70, наверное. Да, сейчас 70. Ну, то есть с точки зрения системы распределенного управления, это хорошо. То есть людей некритичных, далеких, скажем, малообразованных, все больше. Потому что еще эта лабуда дает иллюзию доступа к информации. Ее там на самом деле нет. Ее чистят. Все абсолютно вычищают все, что угодно. То есть поэтому информация на самом деле недоступна, даже тривиальная. А уж серьезная вообще никогда и никак. И чем дальше это уходит, тем сложнее ее добывать. Ну и дальше результат. Зависимость. И дальше весь интеллект и вся диктовка поведенческая становится через эту штуку. То есть с точки зрения, скажем так, больших социальных систем это выгодно. С точки зрения индивидуального человека это катастрофа. И чтобы избежать, надо всячески стараться при любом удобном случае те вопросы, которые мы решаем с помощью каких-то вспомогательных устройств, решать самостоятельно, используя. Да, потому что вы сэкономить у меня сейчас скажете, ну это же так удобно, это так хорошо. А простите меня, а для чего вы время-то экономите? Оно зачем вам нужно? Для того, чтобы заняться увлекательными процессами размножения или пищеварения? Тогда чем вы от меня отличаетесь от свободно живущих плоских червей? Ну только если на ладонник не учитывать. То есть вопрос, зачем вам время-то? Что вы хотите совершить-то? Что вы хотите сделать? Вообще зачем живете-то? То есть вот такие простейшие вопросы, они ставят все на место. Потому что если ты живешь для того, чтобы размножаться и пищеварить, ну тогда ни в коем случае не упускайте, заведите второй, чтобы с двумя. И все будет нормально. То есть это эволюционный процесс. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Хорошо или плохо, это в индивидуальном порядке. А с точки зрения эволюции это неизбежность. Потому что, естественно, большинство людей являются игрушками в руках своего мозга. А мозг, он хочет что делать? Он хочет косячка. Он хочет внутренних эндогенных каннабиоидов, опиоидов, а также эндорфинов, окситоцин и прочих всяких вещей. И сократить расход энергии. И сократить расход энергии. Ну, будет оскотинивание. То есть вот эти штучки им можно называть не на ладонный компьютер, а оскотиниватель. Мне кажется, мы на очень важной такой ноте заканчиваем сегодняшнюю беседу. Очень важный вопрос подняли. И мы, я надеюсь, продолжим. А вы, дорогие друзья, не забывайте ставить лайки или дизлайки, комментировать, подписываться на наш канал. Спасибо вам, Сергей Вячеславович. Спасибо, дорогие зрители. До свидания. До свидания.